Здравствуйте, меня зовут Кожушко Владимир Иванович, я генеральный директор компании Vesta Service, торговая марка EliteBalcon. В экстренном случае выходим на связь, записываем видео, видео для наших клиентов, и партнеров тоже, для клиентов, которые уже состоялись, для клиентов, которые планируют состояться. Видео на тему такую, да, за последние несколько дней мы столкнулись с тем, что в нашу компанию обратилось несколько клиентов, да, о том, что к ним обращаются какие-то люди от имени нашей компании и предлагают наши услуги. Услуги мы оказываем по остеклению, по установке окон, по отделке балкона, в изготовлении стандартных всяких работ. Они обращаются от имени нашей компании и говорят, что мы можем сделать какие-то виды работ и, мягко говоря, за полцены. И последний случай, это клиент, прямо нам сначала один позвонил, клиент сказал, что где ваши монтажники, они обещали мне доделать какие-то виды работ. И так в итоге их и не доделали, и что вы за компания, мы в суд пойдем подадим и так дальше. Конечно, мы были в таком, я говорю, шоке, да, потому что информации о том, что кто-то где-то проводит какие-то работы, у нас этого не было. Именно по данному адресу даже, то есть мы в обычном случае берем номер телефона, проверяем ее по нашей базе CRM, и в итоге такого обращения как будто бы не было. Звоним клиенту, клиент говорит, я не хочу вас не слышать, не видеть, у вас будут неприятности, ничего не знаю, решайте, это ваши проблемы. В итоге, итог такой, да, мы ничего не знаем. То есть это один случай, и последний случай, это мы позвонили клиенту, то есть мы обзваниваем всех своих клиентов, да, по, так сказать, по базе. Да, и клиент говорит, что да, были монтажники, которые пришли, пообещали, взяли предоплату и с концами. Монтажники пришли как будто бы от нашей компании, но они еще ссылались на торговую марку Калева. То есть наша компания является официальным представителем компании Калева, то есть мы продаем оконные изделия Калева, но мы не Калева. И клиент поверил и спокойно упустил людей, и что-то там, какие-то отношения к ним были, то есть у клиента осадок. Естественно, у нас самый главный вопрос клиенту, это где договор какой, да, по какому номеру был звонок, чтобы отследить, на самом деле, то есть бывает случай, ну, был у нас такой случай, когда у нас сотрудник взял наши документы и заключил договор, то есть мы сразу же спрашиваем, документы есть, клиент говорит, ну, есть какой-то там бланк, да, на нем записано, больше ничего нет. И на основании вот этих всех факторов у нас такое заявление, да, что обращайте внимание, да, на то, с кем вы общаетесь по поводу каких-то услуг от нашей компании. То есть всего-то навсего, да, нам нужно в первую очередь, да, обратить внимание на, что это за человек, во-первых, он пришел к вам сам, или вы его вызвали, или, или бывают еще случаи, когда человек приходит по рекомендации. Это тоже такой момент, он специфический, да, потому что люди доверяют этому человеку, а в итоге выходит, что может быть какой-то в итоге беда. И наша рекомендация, да, в первую очередь, это общаться с компанией, как представителем, да, того человека, который как будто бы у вас появился на пороге, ваше дома, или у вашей квартиры, или там вашего офиса, без разницы, никаким рекомендациям вы не, как не доверяете, да, потому что это неправильно. То есть человек приходит непонятно откуда, говорит, что я от компании, и если даже такой человек приходит, значит, первое, да, мы что мы делаем? Вы звоните в компанию, то есть нас очень легко найти, да, по интернету пишите Элит Балкон, в крайнем случае Веста Сервис, ну, самый крайний случай, это написать мою фамилию, там, Кожушку Владимир Иванович, и все данные по нашей компании выходят в интернете. Дальше спросить у человека его документы, документы от компании, подтверждающие, да, что это именно человек нашей компании. То есть это, значит, у него доверенность должна быть, доверенность она в виде, ну, обычно это оригинальная доверенность, и с печатью синий, и заверенная моей печатью, то есть моей подписью. Я обычно еще оставляю номер телефона для того, чтобы люди могли спокойно позвонить и выяснить, да, действительно это наш человек или не наш человек. Еще важным, самым важным фактором является это наличие паспорта у этого человека. То есть паспорт должен быть, и он должен соответствовать той же доверенности, и реквизиты должны, ну, абсолютно быть одинаковыми. Ну, и главное, это, если даже человек там представляется компанией, да, представляет паспортные данные, вы позвоните, пожалуйста, по номеру, который там есть в этой доверенности, там обязательно есть реквизиты, шапка, в которой указаны, и спросите, почему этот человек к вам пришел. То есть он пришел от имени компании, или он пришел там по своему желанию, или его кто-то направил к вам. Последняя вот какая мысль приходит, да, что направить может любой человек, и на самом деле никто не застрахован от документов, что могут подделать эти документы, может с поддельным паспортом прийти, может украсит паспорт, там все что угодно сейчас может быть. Там печать, там копию сделать, это элементарно. Подпись, то же самое. Самым единственным подтверждением, это вы звоните в нашу компанию, то есть звоните там на мой телефон, звоните в офис и подтверждаете, что да, такой-то, такой-то. В нашей компании все записи телефонов сохраняются. То есть вы звоните, в любой момент мы можем поднять и подтвердить, что да, действительно, это вы, да, и был такой разговор, и мы можем доказать, то есть доказательная база есть, что что-то случилось. У нас был несчастный случай несколько лет назад, когда пришел человек в чужую семью, так сказать, и взял на них предоплату в районе 40 тысяч рублей. На одной бумажке заключил договор. Договор был, просто была, как сказать, бланк договора, без печати, без ничего, вообще ничего не было. Он спокойно с ними пил кофе, спокойно там, мягко говоря, ужинал. Оказалось, что это потом в итоге, это друг, друг члена семьи, и в итоге люди остались и без денег, и без изделий оконных. И получается, что, ну, кому доверять? Люди нам не позвонили, люди потом бы нам просто пришли, сказали, что где наши окна, вы нам должны были их привезти. То есть, ну, такой несчастный случай, и на этом, ну, об этом нужно помнить. То есть, и сейчас вот выходит такое, ну, заключение, да, что, ну, вообще никого нельзя практически повыскать сейчас на порог своей квартиры. Даже там, извините, с ДЭЗа приходит кто-нибудь. Почему он к вам пришел? На каком основании? Не говоря там, если даже это приходит кто-то, да, и что-то предлагает с какого-то продукта, за который вы должны заплатить деньги. ДЭЗа может прийти, там, извините, там, трубы проверить, заодно золото с вашего зеркала, там, с ванной вытащить. А человек, который приходит и говорит, там, я хочу предложить вам дверь или предложить окно, или там, не знаю, там, кухню, там, не знаю, там, еще что-нибудь, фильтр какой-нибудь для воды. Или антенну провести, там, со скидкой 90%, да. То есть, таких людей вообще нельзя пускать. И сейчас по Москве, есть по Москве и Московской области, да и в других тоже городах, есть такая тенденция, да, что по квартирам ходят, так сказать, продавалы, да, из ближайшего зарубежья. То есть, это выходцы, это Молдавия, и выходцы тоже с Украины даже ходят люди. И они ходят, одеты, чисто красиво одеты, молодые люди, да, с галстуком, пиджаки, от него приятно пахнет, он причесан, у него на руках планшетка, на которой список квартир вашего дома. Он звонит в вашу дверь и говорит, вы там планируете окна, ну, тут от, там, государственного, там, учреждения, да, там, от ДЭЗа, ЖЭКа и так дальше. И предлагает, говорит, вот, купите окна, там, со скидкой 50%, еще акция, да, вы всего платите 20 тысяч рублей, например, за все остальное платит государство. То есть, у нас какая-то, ну, грубо говоря, такая акция. И люди на это ведутся. Но печаль в этом, что люди не получают ни окна, в итоге не обратно деньги, потому что фактически-то этой компании нету. То есть, это люди собирают, они какое-то время отвечают на звонки, потом просто пропадают и все. И доказать никому ничего нельзя. Договор там фиктивный, компания может вообще взяться какая-то известная, ну, вот, по тому примере, это может быть даже наша компания. И люди, никто не звонит, не спрашивает, звонят на тот телефон, который там указан. На основном, вот, и мобильный, на самом деле, мобильный телефон я сейчас мог уже взять и с прямым городским номером. Здесь много факторов повлияло, могло повлиять, чтобы этого не случилось. То есть, нужно, первое, придерживаться, да, то, чего я сказал, ну, выше, да, в произаписи. То есть, и, ну, что могу еще сказать, да, то есть, доверять надо компаниям, которые на рынке не первый год, плюс самое-самое главное, да, чем мы гордимся, да, на что мы обращаем внимание, это мы говорим своим клиентам, вы зайдите на наш сайт, зайдите в раздел «Контакты», на сайт «Элитбалкон», и на этом сайте есть, ну, те люди, да, те лица тех людей, которые должны прийти к вам в квартиру, так сказать, да. То есть, это менеджеры, которые сидят на телефоне, которые вам звонят, с которыми вы общаетесь, которые вас консультируют, которые вам обещают, там, выполнить все виды работ, и вас ведут, там, до конца, до, вплоть до того, что, там, звонят после выполнения работ, уточняют, узнают, как все прошло, плюс поздравляем с днем рождения наших клиентов, с праздниками, и это те люди, которые работают в офисе, то есть, им можно в любой момент позвонить и подтвердить, узнать какую-то информацию, очень важную для вас. И есть еще, там же, те же замерщики, да, те же наши специалисты, выездные консультанты, которые заходят к ваше помещение. Других у нас физически нет. Как только у нас появляется какой-то специалист, мы сразу размещаем на сайт, и этот специалист является, ну, как бы, лицом, который к вам приезжает с доверенностью, с паспортом, с которым вы дальше можете спокойно работать. Даже, в принципе, потом с ним общаться по каким-то доработкам по вашему объекту, он на все вопросы ответит, и у вас будет, ну, как бы, в общем, должна быть положительная картина по итогу работы с нашей компанией. Так что рекомендация такая, да, не спешите, обращайте внимание, что за люди к вам приходят. Обращайте внимание на документы, которые он может вам предоставить. И обращайте на людей, которые приходят по рекомендации от кого-нибудь, потому что это очень важно, да, люди разные на сегодняшний день могут быть. Ну, и в заключение, да, что я могу сказать? Хороший вам покупок!